Начнем выпуск с важного события в металлургической отрасли России. В Магнитогорске Владимир Путин дал старт второй очереди нового подразделения горно-обогатительного производства на одном из крупнейших сталилитейных комбинатов. С современными технологиями и добрыми традициями уральских металлургов познакомилась Ольга Князева. В этом году магнитке 90 лет. Это главный поставщик металлов в стране, гигантского значения и размеров. В цехах стального проката все автоматизировано. Даже маркировку на вот эти рулоны ставит робот. Современное и почти безотходное производство. Этот прокатный стан гордость завода. Он производит тончайшие листы металла. Посмотрите, вот такая толщина, как два сложенных бумажных листа. Кроме того, за одну смену он прокатывает расстояние от Магнитогорска до Эпикеринбурга и обратно. Это примерно тысяча километров. Из этих длинных листов оцинкованной стали делают бытовую технику, упаковку, внутренние и внешние детали автомобилей. От обычного ведра до президентского лимузина. Путин не раз бывал на магнитке. Открывал цеха, запускал производство. Президент снова прилетел в Магнитогорск. Новая фабрика, которую показали президенту, тоже часть магнитки. Здесь готовят сырье для комбината. Не шумит, не коптит небо. Вредные выбросы, например, производственная пыль, тут же перерабатываются. Симбиоз заводской мощности и заботы о чистоте воздуха. Президент дал старт новому производству. Вот мы видим с вами, собственно, как работает оборудование. Сходной конденсия, дальше барабаны конкования. После общения с рабочими магнитки на встрече с президентом было много молодежи. Особенно девушек. Они и операторы, и начальники отделов, и крановщицы. Спрашивали Путина не о работе, а о жизни. ЖКХ, ипотеки, цены на бензин. В июне СМИ сообщили о повышении цен на бензин в российских регионах. Почему так происходит? Границы открыты. Как там цены получаются, у нас тоже подрастают. Что плохо, мы должны регулировать. Правительство, по поводу, сказновато, но всё-таки ввело определенные правила, согласно которым часть средств, которые компании как бы недополучили, если они оставляли бы на экспорт нефть, сыруют, они получают от правительства. Потом ситуация, если на рынках, например, меняется, меняется и взаимодействие между правительством и компанией, и переработка нефти. Ну, совсем завинтить, задушить, это тоже очень опасно, потому что не будут тогда вкладывать деньги в предприятие по переработке нефти. И в какой-то момент это может дать очень большой всплеск цены. Поэтому, в целом, на сегодняшний день ничего, но я считаю, что ничего. Президенту рассказали, что каждый год на завод приходит минимум 500 выпускников вузов. Здесь трудятся большими династиями от деда до внука. Совсем молодой специалист задал важный для своего будущего вопрос о пенсиях. Планируется ли сохранить годные списки выхода работников на пенсию по списку номер 1 и 2 без изменений по возрасту? Список 1 и список 2, где речь идёт о людях, задействованных на особо тяжёлых, на тяжёлых, на особо вредных и на вредных производствах, он сохранёт. Никаких изменений пенсионного возраста не будет. Льгота сохранена для женщин 50 лет, для мужчин 55. Не будут ли они пересматриваться? Они не пересматриваются, потому что они с советских времён, и мы договорились о том, что мы как раз их не трогаем, потому что они основа вот этого правила, когда мы сохраняем досрочные годы. Поговорили о насущном, обсудили проблемы Путина, попросили чаще приезжать в гости. А президент, в свою очередь, поздравил работников магнитки с Днём Металлурга. В честь праздника людей труда, концерт в городе и салют. А ещё выступление пилотажной группы «Стрижи». Привет от тех, кто летает в облаках, тем, кто прочно стоит на земле, но неизменно сильно любит свою непростую профессию. Ольга Князева, Андрей Голдарев, Вячеслав Архивов, Александр Комарцев, Марина Елисеева. Первый канал.